Всем привет! Сегодня у нас история от Анонима. Девушка написала свою историю, очень тяжелая, очень интересная, связанная с турком, с Турцией, но в другой стране. Я знаю, чем история сейчас закончилась, ее продолжение, но по факту девушка прям написала, что она хочет, чтобы история была примером для вас. Может быть, вы не допускали ошибок, как она, и она хотела бы услышать прям советы, поддержку, ваше мнение со стороны. И я сразу скажу, что в что-то подобное может попасть, в принципе, каждый человек в подобной истории оказаться. Но, надеюсь, скажем так, с вами такого не произойдет. Так что давайте приступим. Я совсем недавно стала вашей подписчице и уже подчеркнула для себя много важного. Буду очень признательна, если вы разберете и мою историю, и очень нуждаюсь в совете от вас и ваших подписчиц. Очень прошу вас, дорогая Галина, дочитать мое длинное письмо до конца и ответить, так как я не знаю, что делать, и понимая, что от принятого сейчас решения будет сильно зависеть моя будущая жизнь. Обо мне. Я из Украины, мне 30 лет, но я уже около 10 лет работаю и живу в США. Предвещая тапки, которые полетят в меня, если вы будете зачитывать мое письмо своей аудитории, скажу, что, живя так долго в обществе с более свободными нравами, также имею менее строгие взгляды на отношения, чем присущи девушкам из постсоветских стран и тем более гражданам Турции. К 30 годам у меня было несколько серьезных отношений, которые закончились буквально на пороге ЗАГСа, также череда скоротечных романов. Важно отметить, что мой первый опыт серьезных отношений продлился 7 лет с азербайджанцем. Из-за этого опыта я извлекла проблемы с доверием, в частности, к восточным мужчинам, но особенно негативное отношение укоренилось во мне к туркам, смотря на подвиги в кавычках многочисленных тогдашних друзей и партнера моего. Последние несколько лет я живу в маленьком американском городе, где все друг друга знают. За это время я пыталась строить отношения с американцами, но из-за разницы менталитетов я поняла, что они слишком не соответствуют моим ожиданиям и пришла к выводу, что мне больше подходят такие же иммигранты, как и я. И вот, когда я поставила для себя точку в поисках партнера и решила заняться собой, карьерой, развитием, встретила его, мы пошли с подругами в клуб потанцевать. В клубах и барах обычно ни с кем я не знакомлюсь. Под конец вечеринки вошел парень, приковавший все взгляды. Слишком уж он был хорош собой. Боттос сошел прямо с экранов турецких сериалов. А слишком красивые мужчины – это моя вторая фобия после турков. Так что считайте, я сорвала двойной куш и в копилочку добавила своим страхом. Изначально к отношениям и я, и как после признался он, серьезно не относились. Ни кто из нас не ожидал, что роман затянется. Я так как просто в это не верила, ну, стали открываться друг к другу. Я, наверное, впервые в жизни оказалась в таких здоровых отношениях. Он со временем открывался все с лучших сторон и никаких сладких речей и пустых обещаний. Сказал – сделал. На первом месте в списке его приоритетов – я. Все проблемы и споры решаются путем у нас разговоров. Короче, очень много помогал в бытовых вопросах. Брал на себя мои проблемы, уделял достаточно внимания. Виделись мы почти ежедневно, и если не ночевали вместе, то он заезжал и просто мог поцеловать меня на ночь и уехать. На каком-то этапе начал осторожно говорить о дальнейшем совместном проживании, даже переезде вместе в другой штат. Поводов для ревности он просто не давал вовсе. Один раз по моей инициативе прошли тест, чтобы определить языки любви друг друга, и у нас 100% совпадение, что в Америке называется act of service. И, по-моему, является более точным определением. То есть друг к другу, сервис, заботу, какие-то действия, поступки. Так как для нас важна не только забота, сколько помощь и участие. Удивительно в том, что языки любви совпали и ничего нет. А удивительно, что у нас совпали абсолютно все до единого ответа на все вопросы теста. Настолько мы с ним похожи. На начальных этапах отношений обсуждали перспективы, и он честно сказал, а же Нинби пока не думает. Я восприняла это нормально, так как ему всего 28 лет, он сам только переехал в Штат и еще не твердо стоит на ногах. Я всегда хотела серьезные отношения, но соскакивала, когда дело доходило до брака. Поэтому меня, скорее всего, напугало бы его желание жениться. Я придерживаюсь мнения, что надо повстречаться, время покажет, а на то мы сошлись. Также в самом начале обсуждали вопросы беременности. Я четко обозначил, что вне зависимости от решения партнера, я никогда не пойду на аборт. Если мужчина не будет рад ребенку, то воспитаю одна. Тут парень тоже проявил себя как мужчина, когда была задержка, а мы тогда только начали встречаться, сразу сказал, если беременна, то это мой ребенок. Очень важным фактором является, что мужчина курд. Об особенности этого народа я узнал только благодаря вашему блогу, прослушав бесконечное количество негативных историй о турках в целом и о курдах в частности, а также основываясь на опыте моей первой трагической любви к азербайджанцу. Ну уж я очень сильно присматривалась и прощупывала почву. При этом он родился в традиционном курдском клане, воспитывался в Стамбуле, куда семья переехала, когда он был еще совсем ребенком. Он был младшим в семье и любимым ребенком. При этом анализируя его поведение в быту и основываясь на его отзыве о семье, я сделала выводы, что в семье матриархат, возможно, потому что на момент его рождения отцу тогда было почти 50 лет, а сейчас-то ему вообще за 70. Очень уважительно он относится к женщинам, в быту ухаживает, помогает. Нет, принеси, подай, вместо женщины на кухне. Я, боясь традиционных вот этих взглядов в его семье, осторожно расспрашивала, как он поступит, если родители захотят его женить или будут против иностранки и невесты, в чем он не увидел проблемы вообще и сказал, что именно поэтому он младший и любимый, с него уже нет спроса, как со старших братьев, и мама не будет против. А иностранки и вовсе будут рады, так как меньше хлопот. А мне и папу, мнение папы у них в семье, в кавычках, видимо, не учитывается, только мамина. Стандартный курдский клан, где мамка все правит, держит все в кулаке. Поднимали вопросы религии, о чем он заявил, что ему не принципиально, так как много курдов являются христианами, и если я готова на неких, то родителя можно и соврать, чтобы их не разочаровывать. Когда опять прослушав ваше видео, я вскользь упомянула о ей девлете, он сам мне его показал, чтобы я не сомневалась в его семейном положении. Показательным для меня было то, что его кузен Курд, который является его ровесником и лучшим другом, живет с ним со своей девушкой-турчанкой, которая совсем недавно сорвалась в Америку за любимым. Они тут же расписались в безняках, а живут вместе, как родные, такой нет традиционной связи. Короче, никто из родственников не был против этому. В общем, в целом, мужчина оказался достойным, все мои страхи потухли. И вот последующий поворот событий, я надеюсь, послужит кому-то уроком, если вы решите озвучить мое письмо, никогда нельзя рассказывать о своем прошлом. Не веря изначально в успех этих отношений и свято веря, что ничего утаивать нельзя, я откровенно рассказала о своих предыдущих отношениях, что с первых дней вызвало у мужчины просто скрежет зубов. Он посчитал, что у меня слишком много опыта, хотя я считаю, что, простите, к 30 годам у меня был нормальный опыт, соответствующий моему возрасту, а не какой-то конвейер из мужчин. Отдельным неприятным нюансом стало то, что до него у меня был мимолетный роман с другим турком из моего города, который закончился, на самом деле не успев начаться. По факту у нас было просто пару свиданий, о чем я честно призналась еще в самом начале отношений. Скрипя зубами, мужчина закрыл на это глаза и вроде бы смирился, как я думала. Я же проблем не видела вообще, так как не вела разгульный образ жизни. Я понимала, что частично это является причиной того, что мужчина не широко афишировал наши отношения. Но при этом не скрывал, он представил меня всем своим близким друзьям. В любом случае, все эти разговоры были в самом начале только. И с тех пор отношения развивались положительно. Несколько месяцев своего инициативы начались разговоры о совместном проживании, переезде. Мы были счастливы до одного вечера. Прогуливаясь вечером с кузеном и его женой по набережной, мы зашли в магазин, где работают приезжие студенты из Турции. Естественно, друзья, товарищи, нас представили, ребята о чем-то переговорили, и мы ушли. С тех пор я на каком-то интуитивном уровне почувствовала охлаждение. Неразительно, но стало все как-то чуть меньше общений, чуть меньше поцелуев при встрече. Но я все равно обратила на это внимание, так как мне показалось это ребячеством какое-то. В общем, я так и не смогла объяснить ему, что меня беспокоит, из чего он сделал выводы, что мне не хватает внимания. И начал конфликтовать со мной на тему совместного времяпрепровождения. Он неоднократно акцентировал внимание, что сейчас на первом месте у него работа, а я требую к себе слишком много внимания. Начал искать поводы для конфликта, я вам сразу скажу. И в ходе разговоров вскрылось, что самая большая проблема-то в наших отношениях – мое прошлое. Оказалось, товарищ-то из магазина узнал меня, потому что когда-то познакомился со мной в клубе и с моей подружкой. И первый его комментарий обо мне был Ukrainian Team. Но самым ужасным со слов моего парня было то, что этот товарищ лично знает того турка, с которым я встречалась пару недель в прошлом и ходила на два свидания. А значит, рано или поздно моя постыдная связь всплывет наружу. Там фейспалм смайлик. И вот этот позор мой милый не смог пережить, и тем более жениться на мне после этого он не сможет. Обсуждение проблемы чуть не привело к расставанию и осталось открыто. Но все это было лишь прогревом. На следующий день после разговора мы должны были идти с кузеном и его женой на турецкую вечеринку, где были в том числе и мои знакомые, бывший парень той подруги. За неделю до вскрывшегося конфликта мой парень сам решился позвать меня на это мероприятие, а то есть представить меня всем знакомым. И после этого комментария Ukrainian Team он накрутил себе до того, что был абсолютно уверен. Обо мне там все будут судачить, меня там все должны знать. Сначала наших отношений, в которые я вошла в сильной позиции, со своими четкими границами и уверенностью в себе, меня сразу выкинуло в позицию слабую. Отказ идти и приравнивался к подтверждению его догадок, если бы я не пошла на эту встречу. То есть что-то боюсь. По дороге на вечеринку он представил меня встречному знакомому своей девушкой, но сказано это было с таким замешательством. Когда мы дошли ко входу, я по привычке хотела взять за руку, он обратил мое внимание, что так вокруг никто не делает, не надо за ручку брать. Но было это сказано как замечание мне, хотя мы до этого всегда ходили за ручку с ним. И пока мы стояли в очереди, он заметил в списке охранника, вычеркнутое имя моего бывшего турка. Мое предположение не идти он проигнорировал, но вошли мы туда, как чужие люди уже. Он не то, что меня сторонился, но и не показывал, что я с ним вообще. Галина, впервые в моей жизни я почувствовала, что мужчина не гордится мной, а стыдится меня. На нервах я за пару минут выпила первый напиток и спросила, парня, могу ли я выпить еще. На что он холодно ответил, что да, и остался на месте. Я в недоумении повторила свою просьбу, но он ответил, что мне не надо его разрешения спрашивать, и просто указал мне пальцем на бар. На меня будто ведро с холодной водой вылили. Я пошла сама на бар. Мне было так стыдно, обидно и больно. При всех турках, турецких женщинах и турецких женщинах я испытала такой позор, заказывала сама себе напиток, будто бы я пришла туда и без мужчины одна. Я кое-как взяла себя в руки и заказала напиток и ему, чтобы пристыдить его перед друзьями. В этот момент я увидела, что он уже перешел на другой конец бара, стоит разговаривать со знакомыми какими-то девушками. Я просто опешила. То есть, если бы я вернулась на наше место, его бы там просто уже не было. Увидев мою реакцию, он подошел, грубо спросил, в чем моя проблема, и тут я не выдержала. Я высказала ему кратко, что моя проблема – это его поведение, и вручила ему новый стакан с напитком. Подошел бармен, он даже не подумал рассчитаться. В наших отношениях такого не было ни разу, но оплачил все всегда сам, в том числе мои покупки, покупки в мой дом, ремонт запчасти моей машины. А тут такой принципиальный, унизительный жест в мою сторону. Тут начали подходить девушки, с которыми он разговаривал. Оказалось, что это жены его знакомых турок, которые меня знают и были мне очень рады. Мы все мы шли на улицу, сели за столик с ним, сначала как чужие люди, но мне было дико там находиться. Но все девушки были рады меня видеть. Подошел бывший уже парень подруги, заговорил с нами. Тут, видя позитивную реакцию на меня, окружающих, он расслабился. А спустя время уже уважительно меня приобнимал, показывал всем, что все-таки я его девушка, и стыдиться меня не надо. Про меня тут не судачат. Но для меня эта ситуация стала очень показательной. В следующий день я не переставала обдумывать, как продолжать строить отношения дальше. Стоит ли вообще это делать? Когда мне ранее чуть ли не прямым текстом заявили, что жениться на мне больше не собираются, и рассуждая об этом с холодным умом, я понимаю, что если не будет любви, то он не женился бы на мне даже, будь я девственницей. А если мы останемся вместе, и наша влюбленность перерастет в любовь, то это уже не будет столь важно, особенно учитывая, что он даже не собирается жить в этом городе с этими людьми, он планирует переехать. В общем, я решила последовать вашему любимому совету. Если не знаешь, что делать, ничего не делай. И ждать, что будет дальше. Даже установила себе срок в два месяца. Ну а на следующий день заметно расслабился он. И очевидно, не услышав негативных комментариев, мой адрес на вечеринке толпы турок, ко мне там тоже неплохо все относились, он оттаял как будто бы, стал вести себя обычно и даже счастлив, и сказал, что было хорошее окончание вечера. И тут в телефонном разговоре при обсуждении моей подруги у него снова проскользило, что украинки опасны, и что последние несколько недель он не чувствует себя так же, как и раньше в наших отношениях. У него пропало всяческое доверие, и ему же все равно. На мой прямой вопрос, хочет ли он расстаться, он тоже ответил, что ему все равно. Вот я сижу сама с положительным тестом на беременность и просто не знаю, что мне делать. Как вообще сказать о таком человеку, который хочет со мной по идее расстаться? Помогите, пожалуйста, советом. Ситуация жесть, особенно до концовка. Прямо у нас драматургия, как в сюжете для фильма остросюжетном. Я немножко забегу вперед. Ситуация, скажем так, это решилась. Они остались в отношениях, к сожалению, могу, наверное, это озвучить, беременность не состоялась, но потребовалось медицинское вмешательство врачей, к сожалению, ну, такая не очень трагичная ситуация, произошла нервы и вся история. Но ситуация такая проверочная. Они остались в отношениях, но подвисшая история, вот это прошлое, его поведение, конечно же, девушку заставляет вообще думать, крутить в своей голове мысли, а как будет, что делать, а надо мне это вообще или нет. Что вы думаете по этому поводу? Я сразу дала понять, мы общались с ней, что человек, как бы классно сначала не стелил промо, как все было классно, и он сходился, да, у нас такое прям слияние, 100% этот тест показал на языке любви и так далее. Это, конечно, классно, но у парня явно есть страх серьезных отношений, страх сближения, страх доверия. И мне кажется, когда он увидел 100%, что у вас, кстати, девушка мне потом отвечала, что у него долгосрочных отношений больше года по жизни, до 28 лет никогда не было, он быстро соскакивал или вообще без отношений был. Такой избегающий на самом деле, да, он в страхах живет. И он искал некие пути, вот это прошлое в кавычках, да, а прошлое реально есть у каждого. Но это такой тип человека, который найдет это прошлое, даже у идеально чистой девушки, которая ни с кем никогда не встречалась и даже в своих мыслях и снах ни о ком никогда не думала. У него найдется другой какой-то повод. Здесь вопрос в том, какой бы я идеальной ни была, ему всегда будет этого недостаточно. Он всегда захочет нарыть прошлое, он всегда захочет какого-то конфликта и повода. Ему на самом деле нужен повод, чтобы соскочить с отношений, чтобы остаться в белом пальто, найти повод расстаться. Не сказать, я испугался, мне страшно, я боюсь сближаться, ты, я такой слабенький, не, я не слабый. Это я такой хороший, благодетель, рыцарь на белом коне. Вот просто девушки мне попадают с прошлым. Просто, ну, вот такие, мне нужна какая-то идеальность. На самом деле просто от коряка не признавать свои страхи, не бороться с ними. И на самом деле он боится и не хочет вступать в настоящие здоровые отношения. Как у него там, вы отмечали, мама курдская, которая правит папой на мнение, там, в семье вообще не учитывается и так далее. У него есть вот эти проблемки с доверием, открытости к женщине. Поэтому серьезные отношения или близко до своего сердца женщина он не допускает. Это естественная, скорее всего, защитная реакция его психики. Так создается вот эта провокация, конфликты. Вы просто слишком хорошо все было. Он просто понял, что, возможно, настоящая любовь, отношения хорошие. Ему нужно было срочно это все переломать. Взяли страхи вверх. Как это я буду женщине доверять? У меня есть плохой опыт. Травма моя. Так не должно быть. Соответственно, он искал какой-то повод расстаться. Ему стало очень страшно. То есть он не готов к взрослым нормальным отношениям. Он хочет жить под своими страхами. И тут отношения, по факту сейчас результат, вообще будет зависеть от того, хочет ли он брать ответственность или он хочет, как раньше, не хочет взрослеть, становиться партнером в отношениях, не хочет здоровых отношений, а будет всегда где-то искать причину в тебе, винить и так далее. То есть тут только время может показать. Если мы вопрос беременности этот возьмем, я знаю, как история дальше развивалась, то не могу ее озвучить, потому что я не брала у человека разрешения на ответы. Я скажу, что они в отношениях до сих пор. Ну, таких подвешенных с осмыслением, если так можно сказать, типа, посмотрим, что будет, подвешенное состояние. Он в этой ситуации правильно поступил. Он там взял ответственность, все нормально, просто в силу обстоятельств медицинских так вот вышел не очень результат. Но по факту я скажу, что это его ответственность он взял, чтобы быть хорошим, чтобы не уронить свою самооценку, чтобы о нем, опять же, плохо не сказали. Обратите внимание, кто смотрит, девушка хотела, чтобы эта история была примером. Примерьте к своим туркам или курдам. Вообще, в принципе, это, я думаю, всех национальностей касается. Это особенности человека, его воспитания, семьи. Как ему важно было общественное мнение на вечеринке, что они скажут и подумают. Настолько, что он готов был испортить отношения, фактически по чувствам расстался уже с ней. Ему было важнее, что немало знакомые люди на тусовке о них скажут и о нем подумают, нежели он готов разрушить здоровые отношения, где все гладко на 100% у нас совпадение идет. То есть его страхи настолько берут над ним вверх, он ни перед чем не стоит. Страхи сильнее. Соответственно, пока что я в этих отношениях, что могу резюмировать, не вижу потенциала на его взросление, на какие-то изменения, к сожалению. Он не готов. Он пока хочет жить в этих страхах. Поэтому он расшвыривается, даже хорошим к себе отношением, любовью и так далее. Он идет на поводу своих страхов. Вот такое у меня резюме по этому письму. Надеюсь, это для вас стало каким-то примером. Вы тоже сделаете какие-то выводы. Если уж какая-то подобная ситуация, желаю вам в таком не оказываться. В инфобоксе под видео, моя почта, можете написать ваше письмо анонимное для такого же ответа в видеоформате на канале. Если вы хотите индивидуальную, не публичную консультацию психологическую, тоже на почту пишите темы письмо консультации. Спасибо за ваше внимание. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok